В декабре 2014 года сотрудниками управления уголовного розыска была задержана преступная группа, которая длительное время на территории города Санкт-Петербурга совершала мошенческие действия, а именно инсценировали дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах с участниками пешеходов. Один из участников преступной группы ударял по зеркалу автомобиля, проезжающего по пешеходному переходу. Второй участник в это же время имитировал то, что автомобиль сбил его на переходе. Когда водитель подходил к сведопострадавшему, он ему сообщал, что в результате ДПР поврежден дорогостоящий мобильный телефон. Сичер требовал возместить ущерб. В дальнейшем, для большей убедительности, к водителям подходил к сведосвидетелю, который настоятельно рекомендовал ему возместить ущерб на месте без участия сотрудников полиции. А почему вы здесь находитесь? По задержанию. Кто вас задержал? Сотрудники полиции. Сотрудники полиции? Да. А за что они сказали? Сказали. Есть постановление. А за что? Может, что? Статья 159-я, 4-я. То есть вас подозревают мошенничество, да? Да. А вы сами? Признаетесь или не признаетесь? Ну, еще не знаю. Посмотрим. Суд решит. Пожалуйста. 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 Представьтесь, пожалуйста. Я не совершал никаких преступлений. Я не готов сидеть в тюрьме. В настоящее время установлено более 10 эпизодов преступной деятельности данной группы, по которым возбуждены уголовные дела по статье мошенничества, совершенной организованной преступной группой. В случае, если вы стали жертвами преступных действий данной группы, просим вас обращаться в управление уголовного розыска по следующим телефонам. 5, 7, 3, 23, 85, 5, 7, 3, 23, 38.